Ну мне вообще, допустим, это какого? Мама Бэтмена разрешила. Мама Бэтмена? А можно узнать, что это? Нет, вы можете снимать в магазин, но я бы хотела... Не, мне мама Бэтмена сказала, что можешь все полностью снимать и всех снимать вокруг. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. В смысле? Она наврала мне, что ли, получается? Ну, если хотите, я могу вас снимать, можно? Меня снимать не надо, можно фиксировать. Сразу предупреждаю, что если вы выкладываете в интернет или какие-то соцсети, я свое согласие не даю. Сразу предупреждаю, вы юридически неграмотный человек, я вам предлагаю пойти сейчас... Хамить не надо. Хамить не надо. Я вам предлагаю пойти сейчас, почитать законы и подойти ко мне и извиниться за вашу неграмотность. До свидания. Кстати, да, давайте... Как вы со мной встали? Как вы со мной так общались? Вы перебиваете, перебиваете. Нет, а можно уточнить ваш ремонт? Да, помимо. И разрешение вообще на съемку. разрешение на съемку? Да. Вообще, вы почитаете Конституцию и все. А почему вот вы человек срываете народ? Потому что с вами сейчас вообще не ведут диалог. Вы сейчас со мной общаетесь. Это моя коллега. Попросите ее помолчать. С ней диалог сейчас не ведут. Ведут с вами диалог. Посмотрите сюда. Эй. Что ты такой? Эй. Все, Максим, все, все, иди. Все? Доволен? Я тебя запомнил. Я тебя тоже запомнил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне обратились, ко мне запретом видеосъемки? Не я обратился. Не я обратился. Блогеры. А кто? Сотрудник охраны. Я вас поздравляю. Сотрудник охраны. Сотрудник охраны. Потому что снимать не надо. Снимает девочек. А кто сказал? Каким законодательным актом прописано, что я не имею права? Охрана. Частная охрана деятельности. Сотрудник охраны. Частная охрана деятельности. Согласен. С статьей 12.1. Вы помните. По первому требованию гражданина. Он ее не знает. До свидания охране. Безграмотные. Просто-напросто. И не ссылайтесь на закон, который вы не знаете. До свидания. Юридически грамотно. До свидания. Ты оскорбился, что ли? Это грамотно. Дядя, ты оскорбился? Это грамотно. Это культурно. Он сейчас оскорбился? Да, я вам сказал, до свидания. До свидания. А ты? а он заслужил моего уважения он заслужил моего уважения а вы сейчас уважительно себя ведете? я да а он себя уважительно ведет? вы сейчас понимаете? он себя уважительно ведет? а что он? он запрещает мне тут что-то? он кто такой чтоб не запрещать? он кто такой чтоб не запрещать? бог свой какой-то он к нам подошел начал запрещать не он запрещает я вам запрещаю выкладывать что-то снимать тут не он запрещает запрещает ему все равно не дома у себя запрещайте понятно мне не надо запрещать мне срать я хотел на вашу администрацию с высокой колокольни пускай идиот а я обязан ждать его уходи кто тебя запрещает я что запрещаю потому что ты мне запрещает что-то пытаешься мне что-то здесь противоправные действия принимать а что я нормально запрещено провисова это запрещено а потому что вы запрещаете начиная оттуда нам запрещали что-то я вам объяснил то такие явно вы таки все ребята вы такие чтобы запрещать кто вы такие чтобы запрещать ответ на вопрос который тебе поставили что дальше может не на колени тут перед тобой встать я смотри сам развел и как не но я вам не ты почувствовал на себе что-то тыкнули его я распокойся сам ты почувствовал на себе что я еще пока тянет на видео на видео снимать сам и что дальше если люди то что дальше что ты как это противоречит какому-то законе да ну-ка статью уважения на статью мне скажи а я не хочу с тобой вежливо общаться потому что не запрещает что-то закрой на 5 период и что дальше что я отключил я вас прошу отключить а я тебя отказал ну ты сиди камеры я тебе отказал сейчас на камеру чё трус столь да коронные очко жим жим на камеру тогда отчет 1 так разговаривать разговаривал так не надо он не сейчас провоцируют исчер устрации роцирова то что что то альга господаритель вправо ф田узи спровоцировал драсси такие вещи ты должен быть стрессоустойчивый, понятно? провоцировался захотел, так и разговариваю с ним на мое уважение надо заслужить как посетителя торгового комплекса, понятно? а он его не заслужил вы сейчас своим поведением просто я здесь с вами, нормально, адапт разговаривал вы уже завелись с пустого места потому что вы начинаете запрещать кто вы такие, чтобы не запрещать? я сейчас вам еще спокойно сказал, говорю, старший слой кто вы такие? я сейчас с вами разговариваю 10 раз, пожалуйста, уйди ты безграмотный уйди, ты безграмотный уйди, ты безграмотный что с камерой? да, я с камерой и что дальше? вот она, вот она камера я даже и не прячу камеру вы сами успокоитесь я не собираюсь успокаиваться потому что вы запрещаете в этом торговом комплексе я с вами здесь нормально, сгоручу, вы сейчас начинаете вы уже на 3-е потому что у меня подгорает от таких, как вы у меня подгорает от таких, как вы которые запрещают мне что-то в общественном месте что я здесь такого назад сказал? а что было до вот этого? да, я вам сейчас данную ситуацию говорю что у меня сейчас там да, потому что вот это я сейчас спрятал про себя вот это дело мне запрещает что-то не надо, не разговаривать а как разговаривать? а как разговаривать? так не разговаривать а как разговаривать? я вам про себя говорю на колени встают перед тобой что ли, да? если хочешь встань а что еще сделать? ножки не поцеловать тебе, а? ты второй раз мне уже спрятал ножки тебе не поцеловать? если хочешь встань корону свою сними, а то вон уже потолки царапут у меня нормально все, у меня нет короны с короной тоже все хорошо? я тоже обычный человек посетитель торгового комплекса вы просто мне говорите которого ты, которого ты должен уважать понял? если хотите, встаньте все, лучше не подходи чтоб не провоцироваться ты, ты, ты я с вами со всеми наоборот да мне чихать, что ты, понятно? ты, и будешь ты и только ты видео, можно? ну обычное видео доброе нельзя с вас снимать? ну у нас нет почему? ну потому что мне кажется, ты правильно спросить у человека перед тем, как снимать? в смысле? в маму? ну мне вообще, ну просто это как мама Бэтмена разрешила мама Бэтмена? а можно узнать, что это? нет, вы можете снимать в магазин но я бы хотела нет, мне мама Бэтмена сказала можешь все полностью снимать и всех снимать вокруг ну мне кажется, это не совсем правильно в смысле? ну она наврала мне, что ли, получается? ну если хотите, я могу вас снимать, можно? нет, меня снимать не надо можно фиксировать пожалуйста А снимать меня не надо, я не продаюсь Если я хочу вас поснимать, и мне мама Бэтлена разрешила Меня не надо снимать Меня нельзя снимать, меня точно нельзя снимать, я в розыске нахожусь А что вы тогда здесь делаете, интересно? Я в торговом комплексе нахожусь Меня снимать нельзя Ну, меня тоже нельзя Ну, я вас не снимаю А мне еще Володя разрешил тоже Ну, я вас снимаю вот не надо меня нельзя снимать я в розыске нахожусь не будем называть полки не могу бэтмена разрешила и пожалуйста нет пожалуйста не снимайте меня не снимайте меня пожалуйста я не фотогеничен не надо ну пожалуйста но не снимайте я не требую я просто интересуюсь я интересуюсь не предъявляю претензии если у вас новые правила торговли или были а можно посмотреть я не буду их забирать в ваших руках в любом случае мы должны понять кто вы такие что вы и так далее и так далее можно сказать я сказал я потребитель дмитрий я же ничего себе сестра от вас не требует даже обслужить просто можете взглянуть вместе со мной в эти правила второй пункт предположим нет очень плохо потому что вы должны эти правила знать они для вас написаны специально хорошо а что там написано но если они у вас есть тогда вам нужно прочитать их если вы не знаете я-то знаю я же хотел вместе с вами показать вам вы не хотите это грустно потому что это основной ваш закон ну я имею ввиду по вашей руку вашему роду деятельности основной документ защиты прав потребителей закон и правил торговли мишустин их подписал в том году с 1 января они вступили в силу и я не знаю все но второй пункт а вы сейчас вот к этому делу и сейчас плюнули мишустину прям в душу а вы плюнули маме бэтмана мама бэтмана мне наоборот разрешила я и не плевал ей также мне это володя разрешил я ему тоже не плевал поэтому я снимаю всех и все меня снимать нельзя можно только фиксировать я проституции не занимаюсь я вас зафиксирую вы же надеюсь меня тоже зафиксировали обязательно и в тик ток еще выложу так что ставьте там лайк обязательно вы дадите куда залайкать яковлев лайк в тик токе блогер и подпишитесь еще а почему почему ну вот объясните почему вы не любите блогеров ну потому что например я прошу блогера не снимать а вы продолжаете потому что мне это разрешено законом а мне не нравится может вам не нравится дом но в общественном месте вам должно нравиться все за исключением когда какают в кустах и писают тоже я сейчас со своей стороны со стороны потребителей со стороны покупателей потенциального покупателя ничего не нарушает а вам лучше открыть законы российской федерации конституцию 29 пункт 4 гражданский кодекс 152 часть 1 прочитать полностью вот иду и соответственно приобрести себе книжечку правила торговли новую вот 2021 года и там вы точно ознакомитесь что то что вы сейчас запрещали мне да это приравнивается к административным правонарушениям правонарушения тема да да а а а а а а а а а и а и а тут 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 а вот это мне бабушка об этом разрешено ну ладно а сколько с самого с самого но вот смотри а срабая сука по времени чего Какой? Не отвлекайте меня. Нет, это срок годности окончательно. Вот вы, смотри, срок годности. В смысле, а что, просрочно? Да, дата изготовления 15, 11, 19 срок годности. Можно продавца, пожалуйста? А найдите мне, пожалуйста, срок годности. Пожалуйста, 15, 11, 2019 год. Срок годности. 05. До какого числа? До 05-го, 21-го. Все, что уже, какой месяц? Сегодня уже первое. Спасибо, вы очень внимательны, спасибо. А почему он стоит на прилавке и продается? Можно я его куплю, просроченный? Нет, не могу, нельзя, потому что мы должны его списать. Почему, ну как-то вы должны были списать еще месяц назад. Почему? Погласно? Нет, месяц заканчивается, вчера закончился. Честно? Вы грамотный человек, по правилам продажи. Покажи мне, пожалуйста, что вы нашли. Дата изготовления 15, 11, 19, срок годности выше 05-го. Доме мая, то есть сегодня вы на жоне просрочен? Мы не успели просто его не брать. Месяц? Целый месяц, да? Сегодня шестой месяц. Шестой месяц? То есть до пятого месяца? До пятого. В апреле должны приобрать. У нас должна была проверка. Причем здесь проверка? Вы месяц уже его продаете. Я потребитель, который хочет приобрести просроченный кофе. Я вас прекрасно понимаю, есть последствующий орган. Какой орган? Какой орган? Подскажите, какой орган? Как он называется? Можно не снимать? Снимают девочек на трассе? Нет, очень интересная. Знаете? Снимают девочек на трассе. Снимают девочек на трассе, а я фиксирую. У вас общая практика, что ли, такая? Конечно, да. Наказывать магазин из-за самого права. Из-за самого права. Давайте я вас сейчас накажу за то, что вы продаете целый месяц просроченный кофе. А сколько вы продаете? Ваш магазин. Кто сейчас старше в магазине? Какой Роспотребнадзор? Вы в своем уме? Вы сейчас в своем уме? Какой Роспотребнадзор? Какой Роспотребнадзор? Вы грамотный человек вообще по закону. Мы его купили сейчас. Можно я его куплю? Можно я его куплю? Нет. Почему? Вы мне отказываете в продаже товара, который стоит у вас на полке? Что нет? Мы отказываем. Что нет? Давай просроченный кофе. По какой причине? Потому что он просроченный кофе. А почему он стоит на полке у вас? Вам его продали? Вам его продали. Девушка, с вами разговаривают сейчас? У вас есть. Девушка, рот закройте, пока с вами не разговаривают. Кстати, давайте... Вот как вы со мной встали? Почему вы со мной так общаетесь? Можно правильно покупать? Потому что вы перебиваете. Перебиваете как это? Нет. А можно уточнить? Да. И разрешение вообще на съемку. Разрешение на съемку? Да. Вообще. Почитайте Конституцию и все. Почему молодой человек закрывает меня рот? Потому что с вами сейчас вообще не ведут диалог. Вы так со мной общаетесь? Это моя коллега. Попросите ее помолчать. С ней диалог сейчас не ведут. Ведут с вами диалог. Да, давай. Почему она встревает в диалог между мной и тобой? Вообще, во-первых, вы не имеете права сейчас на съемках в таком курсе. Ты уверен? Да. Серьезно? Если не имею права, вызывай сотрудников полиции, мы тебя оформим. Да. Пожалуйста, вызывай. Вызывай. Я выбрали, пожалуйста, с другой бы, как прилиция. Так вызови, чего ты стоишь с телефоном? Выключиться, подробнее. Почему вы со мной на ты, пожалуйста, не общаясь? Почему вы со мной на ты общаетесь? Она не заслужила. Вы кем ты готова? Вы скромными человек как вы? Я соль 살아. Вообще не скребляй, пожалуйста. Ставьте просто и Theresa Dion, пожалуйста, не общаетесь. Я соль yay. Вы сейчас осторбились в полиции. Это такой же сотрудник как и СССР. Пиши заявление. Пиши заявление. Не будь терпилой, пиши заявление. На каком основании вы меня оскорбляете? Молодой человек, нам вызвать полицию. Полтора метра, отойди. Давайте мы вызовем полицию. Вот и все. Вы сейчас проникли, вызывайте. Молодой человек меня оскорбляет, вы снимаете. Тебя сейчас проникли, что ли? Руку не даю. В тебя проникли сейчас? Молодой человек, почему меня оскорбляют? Почему так общаетесь? Пиши заявление. Не будь терпелой. Пишите сами, пожалуйста, заявление. То есть ты терпила? Ты терпила, да? У нас есть жалоба. Ты терпила? Хорошо. Что хорошо? Если у вас это шоу, то это прекрасно, молодой человек. Кофе продаем? Мы не продаем. Кофе продаем? Мы его не купили. Мы неизвестно, где его взяли. Ну, конечно, так я могу. Ты в своем сейчас уме? Как там тебя зовут? Юля, да, продавец? А вы в своем уме? Я в своем уме. Ты в своем? Пожалуйста, покиньте помещение. А что еще сделать? На колени тут не встать? Пожалуйста, если хотите. Что, пожалуйста? Это ваше умение. На колени. Пожалуйста, можно я не буду покидать это помещение? Пожалуйста, разрешите мне не покидать это помещение, девушка. Юля, простите меня, пожалуйста, можно я не буду покидать это помещение? Я не буду участвовать в этом цирке. Ну не участвуй, отойди тогда отсюда. Вы со мной на длине общайтесь. Захочу и буду общаться. Вы кто такой? Вы раб этой системы жесткий. Жесткий раб. Не общайся со мной, тогда отойди и просто рот не скрывай свой, понятно? Кофе пробивайте просроченное. Можно мне пробить прямо здесь? По какой причине? Мы не знаем, откуда вы его взяли. Не знаешь, камеры смотри. Вы со мной когда будете нормально общаться? Уйди вообще в каморку и ты спрячешься там. Спрячешься в каморку и сиди там поплачь. Пожалуйста, давайте. Посиди в каморке вон там своей поплачь. Охрана сейчас придет. Потому что с тобой так общаются. Охрана сейчас придет. Охрана. А что ты сразу за охрану-то прячешься? Хорошо. Что хорошо? Ничего хорошего не видно. Я с вами не о чем общаться. Оскорбили тебя? Пиши заявление оскорбленное. Пожалуйста, книга жалоб напишите, чем вы недовольны. Все. С какой целью интересуешься? У всех покупателей спрашивают, как их зовут, да? Да, бонус на карту у вас есть в нашем магазине. С какой целью интересуешься? Хочу проверить ваши бонусы. Да? А ты имеешь право это делать? Да, имею право. Да? У нас в кампании-то обращусь в вашу. У нас в кампании-то обращусь. У нас в кампании-то в кампании. Мы спрашиваем... Я в кампании обращусь. На каком основании ты можешь подходить к покупателю и спрашивать его дисконтную карту и проверять бонусы. На наличие бонусов. Ты в своем уме сейчас вообще говоришь, что это? Да, конечно, в своем уме. Да я его уговорю. Да он девочка, он будет мяться. Но это не важно. Только что опять, вот смотрите, вы говорите вам не грубите, вы меня обдуваете. Это не то, что правило. Александр, ну пожалуйста. Вы можете документ какой-нибудь показать? Продавление с лишением съемки. Чего? Документ какой-нибудь. Не слышу громче, можно? Смотрите, короче, у нас закрытие взял 20. Я понимаю, но я выбрал товар, я хочу его купить. Да, я типа скрываю. То есть вы отказываете мне в приобретении данного? Нет, я вам не отказываю. Ну дайте мне возможность приобрести. Да, товар я не могу вам продать, потому что я же сам его взял в торговом зале. У него вышел срок годности, мы его вытянем в зале. Я же сам его взял в торговом зале. Может, я хочу именно про троги на него. Ну что, господа, вы не против, если мы его вскроем? Против, да? То есть некачественная продукция должна быть в компании. Это кто там сказал против? Кто там сказал ля? Будут претензии, если я вскрою эту пачку у торгового зале. Чтобы она не была в продаже, так как она считается, не компактной для жизни здоровья. А, в магазинах. Хорошо, возьмите кто-нибудь камеру. Причем тут торговый центр. Ага, спасибо, Кирилл. Господа, я должен ее сейчас, могу оплатить? Последний вопрос. Отвечаем. Все. Я должен ее сейчас оплачивать? Девушка, не спрашивайте, есть претензии ко мне? Помолчи. Вот, Александр, я вас лично спрашиваю, как представитель, я должен оплатить? Да, я сейчас оплатил. Давайте, пробивайте. Я не хочу, потому что вы сейчас только что порвали пачку. Ну, пробивайте, пробивайте мне, я готов ее оплатить. Давайте, по карте я оплачу. Есть претензии ко мне за то, что я вскрыл эту пачку у магазина? Слушай, почему она все время встревает разговор, а? Девушка, я вот с Александра спрашиваю, можно я с ним? Помолчи. Это мой менеджер, с которым я общаюсь. Но могу я вот с ним закончить? Здесь старший продавец стоит, он разговаривает с ним. А это встревает разговор. Александр. Прекрасно, и вы тоже знаете все свои... Язвите свои мошки. Скажите, пожалуйста, я должен оплатить? Пускай, 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 пускай помолчать. И все. Ничего плачет не нужно, потому что клиент... Чего она вечно встревает? Ну так же я. Легенду вы не могли продать просроченные товары. Ну вот, кто с ним встречает, ты разговаривает. Она встревает так же, с которым она встревает. Она просроченная, какая разница, мне или кому-то еще? Вы ее не можете продать. Это вечно лякаю. Она сейчас в минусе. У меня, у магазина ко мне есть претензии? Финансового характера есть? Не может быть. Ну, нет, есть или нету? Просто вы на меня в суд подойдите, что я испортил качественный товар. Может, если ты тема расхода знала? Нет, ну есть претензии или нет? Претензии есть у магазина? Ну, ребята, есть? Возможно? Кто из вас старший? Вы скажите, кто из вас старший? Александр, скажите, кто из вас старший, она или вы? Александр, есть претензии? Кто из вас умнее? Она или вы? У вас есть претензии ко мне за эту пачку кофе? Претензий к вам нет? Он, видимо, подкаблучник, наверное. Александр, следующий вопрос. Вы говорили про какой-то купон. Он, наверное, подкаблучник просто. Про какой-то купон на скидку вы продолжаете? Провоцируем его? Александр, Александр, со мной, пожалуйста. Со мной. Вы говорили, что какой-то купон благодарственной отработки в видео. Я могу его еще получить? Сотрудник из полиции пишет заявление. Получите его на покупки платят, которые я вам сейчас... Которые вы мне отказались продать. Я вам покажу просто новое. Все на законах. За эту пачку вы купоны никакие не заедете. Вы четко задали вопрос. Мы четко задали вопрос. Есть липензия, да или нет? Вы вызываете тогда человека? Кого? Это оскорбление? А, то есть за эту пачку они сегодня пишут заявление. Пускай вызывает сотрудников полиции 112 и пишет заявление. Посмотри сюда. Эй, я их зовут Синей. Что ты такой? Эй. Все, Максим, все, все. Все? Доволен? Я тебя запомнил. Я тебя тоже запомнил. Надо было сюда начинать, да. Вот это. Вот это. А я еще и пацаны купил. Пусть циренка, поэтому мне казалось. КОНЕЦ ЗАИИИ. Может быть, это может быть? Для нас. КОНЕЦ ЗАИИ. КОНЕЦ ЗАИИ. ЭТО. ЭТО. ЕТО. ЭТО. ЕтО. КОНЕЦ ЗАИИ. Продолжение следует...